И то они самодельные. В наборе только салфетки. 50 штук – 109 рублей. Резинки можно попросить на кассе. Это одна из аптек Вахитовского района Казани. Три месяца уже как нет. Вообще ни одноразовых, ни многоразовых. Поступали в начале месяца? В начале апреля? Последний раз где-то было, наверное, в начале февраля. Едем в другую аптечную сеть уже в Приволжском районе. Здравствуйте. Есть маски? Маски есть. В ассортименте оказались как одноразовые, так и многоразовые маски. Как нас заверил фармацевт, запасы большие. Впрочем, как и цены. Масок долгое время не было. Около месяца или даже больше. И вот недавно появились. Но уже по такой цене. По 35 рублей? Да. Ну, цены у поставщиков высокие, поэтому... То есть, а вот они же, по-моему, до начала пандемии, по-моему, стоили рублей 10-7, наверное, да? Да. Рост в 5 раз. Как альтернативу здесь нам предложили набор для самодельных масок. Да, пожалуйста, помаливай. Многоразовые 500 рублей. А одноразовые? Ждем. В наличии нет. Такая ситуация уже в третьей аптечной сети в Московском районе. То есть, маску найти можно, только ассортимент и ценник по сравнению с январем уже не те. Дороговато, конечно, но тем более они немногоразовые. Пока есть спрос, пусть пользуются. То есть, готовы платить по 35? Готовы платить по 35, да. Уже на двери написано, что в аптеках маски нет. Как бы не стоит заходить даже. Без маски сейчас нельзя находиться в общественном транспорте и в магазинах. К тому же, все равно здоровье дороже. Если у вас есть маска, то не нужно относиться к ней формально. Такую одноразовую нужно менять через 2-3 часа. Такой же интервал относится и к многоразовой. При этом, такую маску после использования обязательно нужно постирать, а затем и погладить. Словат Ухматурин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube канале ТНВ. Подписывайтесь.